всем привет сегодня хочу снять видео по многочисленным запросам о заказах на сайте buying coins как заказывать как оплачивать и вообще рассказать об этом сайте таких видео на просторах интернета множество но раз делали запрос я решила его выполнить значит сам сайт главная страница выглядит вот таким вот образом название у него 3w.baincoins.com не ru.com весь сайт у нас на английском языке это наверное единственная какая-то сложность которая может возникнуть при пользовании этим сайтом но для тех кто все-таки плохо разбирается в английских терминах в их написании и прочтении то сайт можно перевести на русский язык ну как русский там конечно не дословно будет перевод но в принципе все будет понятно вот здесь вот в верхнем левом углу мы подносим курсор и видим различные флаги находим наш российский флаг нажимаем на него это мы поставили цены в рублях и также дальше видим слово language язык подносим сюда курсор и видим что здесь есть два варианта английский и русский нажимаем русский вот сайт у нас перевелся значит чтобы стать клиентом baincoins для начала мы должны зарегистрироваться вот здесь вот в верхней правой части сайта мы видим различные надписи логин регистрация аккаунт и так далее значит самое первое что нам нужно сделать это зарегистрироваться нажимаем регистрация и создаем свой аккаунт здесь нам нужно ввести свой email придумать пароль для сайта никнейм ну допустим это не обязательно я его не вводила то есть это под каким именем вы будете на этом сайте рекомендатель это тоже в принципе не обязательно и проверочный код то есть который вот здесь вот внизу будет указан после регистрации попадая на сайт каждый раз вы можете уже входить по своему логину и паролю то есть допустим вот я зарегистрирована я просто нажимаю логин вот здесь у меня есть мой логин здесь я ввожу в верхнем правом углу пароль и захожу на сайт вот здесь я уже вижу что меня приветствуют здесь я могу посмотреть сколько товаров у меня отложено в корзине но вот на данный момент их ноль то есть после последнего заказа я еще ничего в корзину не откладывала при выборе можно накидать допустим в корзину некоторое количество продуктов и они будут там храниться то есть как вам захочется вы их оплатите и посылку вам вышлют а значит переходим дальше непосредственно к заказам вот здесь мы видим разные разделы apple аксессуары компьютеры красота и здоровье электроника дом и сад мобильные телефоны моды авто аксессуары спорт драгоценности часы и ежедневная продажа распродажа то есть простите допустим я хочу что нибудь из одежды подвожу курсор к этому разделу здесь тоже все подразделяется допустим я хочу из женской одежды что-то выбрать вот здесь у нас открывается множество вариантов продуктов здесь внизу страницы на которых они находятся давайте выберем например допустим вот такие вот леггинсы носки мы на них нажали открывается более подробная страница здесь мы видим их стоимость 1 доллар 45 центов курс у них примерно 30 рублей то есть там каждый раз он по разному почему то он не совпадает с курсом центрального банка когда они принимают оплату не знаю с чем у них это связано дальше вот здесь мы можем указать количество необходимое нам допустим нам их нужно одна пара если две то мы вот прибавим если нужно меньше уменьшим нажимаем в корзину видим успешно добавлен внизу мы можем смотреть поподробнее посмотреть покрупнее рисунок здесь мы видим отзывы уже тех кто приобретал данные носочки здесь прямо фотографии можно вот нажать посмотреть тоже покрупнее почитать все отзывы здесь мы видим вот характеристику 100% хлопок размер там и так далее и в общем таким вот образом мы заказываем различные продукты например еще давайте зайдем например в освещение закажем вот такую светодиодную свечку стоит на 1,39$ видим здесь ее описание более подробно также отзывы добавляем в корзину иногда здесь бывает надпись что нет на складе то есть мы на данный момент не сможем добавить так далее вот мы набросали допустим в корзину необходимых нам продуктов теперь вот здесь вот справа мы зайдем в корзину еще раз проверим что у нас здесь есть допустим я подумала и решила что все таки свечку я не буду заказывать вот здесь вот есть такой крестик я удалю ее из корзины вот остается у нас одна позиция носочки чтобы ее оплатить мы проходим вниз вот сюда нажимаем PayPal отдельно я ничего не создавала то есть там все это делается одноразовый счет открывается за него с вас возьмут там около доллара вот значит после того как вы нажали PayPal у нас открывается такая вот страница которую необходимо заполнить указать указать страну номер карты тип карты срок действия код международный который на карте указан далее ваши контактные данные я заполняю всегда латинскими буквами то есть наше русское слово только латинскими буквами допустим там улица Ленина я так и пишу Ленина допустим и так далее также имя отчество фамилия дальше тут адрес указывается все это нужно очень внимательно заполнять чтобы посылка пришла туда куда нужно контактный телефон адрес электронной почты далее вы нажмете продолжить после этого так как я ничего естественно не вводила у меня страничка не открылась но там вылезет страничка с введением купона то есть если у вас есть купон на скидку можете каждый раз при заказе поискать его в интернете то есть там можно от 5 до 15 процентов найти купон вводите этот купон и нажимаете оплатить происходит оплата в этот момент у вас снимается с карты необходимая сумма и вы с этого момента уже ожидаете свою посылку если допустим чего-то нет на складе то они вам показывают сразу в корзине что этого нет на складе то есть удалите это из корзины либо же если на момент заказа это было на складе но на момент комплектовки вашей посылки этого уже не будет они вернут деньги обратно на карту то есть здесь все честно я уже не первый год пользуюсь услугами buying coins сервис меня в принципе устраивает единственное конечно очень долго идут посылки ну месяц полтора вот в сибирь так значит все вы оплатили дальше вы возвращаетесь опять на сайт и спустя там допустим несколько дней вы можете посмотреть на какой стадии ваш заказ вы заходите мой аккаунт так у меня просто здесь висят посылки нажимаете обзор последние ваши посылки здесь вы сразу видите общую стоимость там посылки когда она была отправлена вот смотрите допустим последняя посылка на которой снимала обзоры про вещи была отправлена мне 6 августа здесь мы видим все что заказали видим трек-код по товарам моя посылка была разделена на три части то есть было три разных трек-кода здесь внизу они прикладывают фотографии по которым вы видите что посылка действительно отправлено как отследить свою посылку я вам сейчас покажу под видео я оставлю ссылку на этот сайт вот такой вот сайт здесь все очень подробно написано здесь мы заходим по ссылочке и вводим трек-код от товара ну вот например я введу копируем его и вводим вводим проверочный код вот мы видим в уазе такая табличка нам выходит мы видим какого числа поступила посылка в Москву из Китая сортировочный центр и так далее когда покинула сортировочный центр когда прибыло место вручения то есть все можно отследить если есть какие-то у вас вопросы еще по заказу или по оплате этих посылок пишите под видео я обязательно вам отвечу может быть что-то было непонятно здесь вот еще забыла рассказать когда мы в аккаунт входим вот здесь вот сбоку есть такой интерфейс где мы можем написать сообщение поставщику мы можем посмотреть картинки нашего заказа список пожеланий оставить отзывы и так далее на самом деле я говорю интерфейс сайта очень простой то есть если один раз вы закажете вы поймете что на самом деле все очень просто на этом буду видео свое заканчивать если есть какие-то вопросы задавайте я обязательно отвечу всем спасибо всем пока пока